Теперь смотрите в обратном порядке, опять я сошелся за сейдзем. Руками, как вы обратили внимание, я не пользовался. Попробуем? Давайте маленько выходим. Разбирайтесь по залу. Подруги не мешали, сильно близко не подходите. Дистанцию соблюдаем. Проверили расстояние. Носочки в разные стороны, не сильно. Теперь садимся. Равновесие держим. Обратите внимание, что у меня пяточки поднятые. Каленочки ставим. И садимся. Руки за спиной. Теперь на коленочке пристали. Носочки. Вес тела. Раз назад. Равновесие. И встаем. Десять раз сделаем. Давайте считаем. Речь. И. За. Давайте постараемся в одну линейку. Либо как-то в две шеренки. Ну не знаю, пусть как будет. Ваша задача сейчас. Прыгнуть. Прыгать вперед. Вперед. Прыгать. Разве мы здесь и обратно прыгаем. Не отравниваемся. Мы сейчас с вами очень быстро стали разогревать тело. Как вы думаете, каким образом? Это потому что, когда мы что-то делаем. Мы если будем руку поднимать, я буду сразу смотреть, кто. Слушаю. Это когда мы что-то делаем. У нас. Мы выпадем, и нам становится теплее. Молодцы. Дело в том, что если бы мы махали сейчас луками, у нас бы ноги стали колонны. А так как мы с вами начали ноги греть, да, то тело быстрее разогревается. Поэтому старайтесь всегда ноги разогревать. Так, следующий момент. Сейчас уходим все на правую сторону. Вот, мячики берем, у кого есть. Упражнение первое. Очень сложное. Я беру мячик ногами. Видно? Пожалуйста, посмотрите. Мячик ногами. Сейчас я. Как вы делаете? После этого делаем кувырок. Мячик должен остаться у вас притейный. Видно? Так, первое. Выстроились. Концентрация переходит на ноги. Здорово. На самом деле, я не думал, что это 90%. Можно мячик? Да, 90%. Мячик остается. Если что. Мячик взяли. Развернулись стеной. Стеной развернулись. Сейчас это же получится. Я покажу, что я очень уверен, что у вас получится. Мячик взяли. И присаживаемся. Продолжаем держать мячик. Делаем кувырок. Через правое, либо через левое плечо. Мячик вставим. Встаем. Пробуем. О, а даже учить не надо. Хорошо, хорошо, хорошо. На носочке. Молодцы. Мячик видно, где находишься? Да. Теперь ваша задача перемещаться. Пошли, пошли. Все. У меня не почувствовал. Дошли до середины. Попробовали сесть. Встать. Попробуете? Попробуем. Мячик сейчас дадим. Это достаточно одного мячика. Возьмите больший мяч. Попробуем. Среди старик. Попробуем. 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 Есть очень хорошее упражнение у меня. Когда кто-то не слышит, то этот мячик прилетает. Как раз вы думаете, куда он летит? В ту сторону, где сильно громко. Я вас как раз научу чуть позже, и как от такой ситуации защищаться. Один из самых важных моментов, это ее не допускать. Надо быть такие, не попылатим. Теперь смотри, кто на четыреньках у меня бегает? Я. А кто бегал с на четыреньках с мячиком? Я. Я. Бегал с мячиком? Покажали. Покажали. Как это происходит? Опа. Ну, ты усложняешься, да? И придумываешь. Смотрите, важный момент. Я покажу вам. О, давайте, вот, садимся. А, вы трогаете мячик коленками? Что нельзя делать? Слушайте, мать. Подождите, вы еще не все увидели и услышали. Что важно? Важно, чтобы во время вашего перемещения ваш мячик не убежал от вас. Понятно? Тогда упражнение, ну, можно сказать, не считает. Важна здесь концентрация того, что вы делаете. Мячик – это определенный такой раздражитель для вас, да? Когда вы все упражнения умеете делать, вы умеете кувыркаться, майор, шер, вы умеете бегать на четыреньках. Но сейчас вам надо думать еще об одной. Вот на этом мячик. Попробуем? Да! Давайте не торопясь. Главное, чтобы сразу почувствовать правильный навык. Коленочками, коленочками, не торопимся. На носочках бежим, а не на коленках. На носочках бежим. На носочках. У вас, как лица, две ноги и две руки, да? Все знают о нем? Да. Нога правая, другая левая. Да. А у вас они одинаково работают? Да. Но умеете ими пользоваться по-разному. Да. Смотрите. Одна нога, прыгаем, вторая, мяч, кать. Причем это делается как вперед, так и назад. Давайте спиной оборачиваемся по поводу до середины зала. Это два разных движения, которые субботизируют команды. Смотрим, что за диванским, кто с людьми, до середины, по обратной ходу. Давайте все. Так, вот смотрите, у нас большая команда, садитесь в эту линию. Возьму печаль. Вы смотрите. Задача на самом деле простая. Я катаю мячик в крайнюю, он быстро-быстро передает. И обратно мне это все возвращается. Вы при этом давайте мне еще мячик. Сейчас только много не надо засыпать. Все, 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 хватит. Так, все, без игры, без игры. А то очень долго будем... Ребят, слушайте внимательно. Моя задача опередить их. То есть я один, а их много. То есть что происходит? Я каждый раз задаю им тэп, они должны передавать мячик обратно. Если я буду не успевать, то я проиграю садиться следующим. Здесь их достаточно много, надеюсь, вы выиграете. Пошли. Сразу передавать. Давай, 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 давай. А. А чё ты балка? Я, моя, мысль понятна? Да. Поэтому сейчас вы уже сформируйте, как правильно их рассадить. Давайте вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мячик летит, мячик летит, как правило, в лицо, потому что в другое место он не смешивает. Вот так вот мы закрываем руки. Покажите мне. Вот. Важный момент, чтобы вы не глаза закрывали, а видели, вот такая ощущение у вас была, как у рыцарей. Помните, видели рыцаря? Здесь, смотрите, вот они сидят, никто не трогает. Я смотрю на вас. Мысль понятна, никто не знает. Когда вы сидите, у меня мячиком хватает. Вот, на самом деле, конечно, бросает. Важный, что вы именно смогли сделать эту защиту. Понятно? Да. Важный, что вы не знаете, что вы не знаете. Хорошо? Да. Там видно было? Да. Да. Я в чём-то. На свои места здесь. Потому что это очень важный момент. Не бояться мяча. Кто боится мяча? Поднимайте руки. Молодец. Молодец. Кто ещё боится мяча? Молодец. Вижу. Ну, на самом деле, сознаться или признаться – это очень большой шаг. Значит, вы бесстрашны. Так, теперь смотрите, у вас сын сейчас нужно будет работать. Не прятаться с него, а именно уметь контролировать ситуацию. То есть, вам бросают, вы его ловите. Ловите. В чём сложность именно поймать? Да. Потому что у меня ещё не надо идти, а ещё ты просто не успеешь. Может, не успеет парить. Так, смотрите, важно его не отбивать. Да, а ловите. И старайтесь отбросать меня. Высоко очень. Меня. Вот. То есть, здесь я его поймал. Хорошо. Это я про мяч. Не надо. Мысли понятно? Да. Что скидаем? Не надо повесить. Я, как я, как я. Да. Не надо повесить. Я, как я, как я. Держи, держи. Нет. Вот и мы. Вот, ладно, не будем уже идти. Да! Нет! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас важно понять, почему это происходит. Теперь он встает и начинает меня толкать. Смотрите, куда я ухожу. Я до любого ушел? Нет? А теперь посмотрите, где его плечи и где его колени. Видно? А теперь смотрите, как ему неудобно здесь держаться, потому что он на одной коленке находится. Потому что нет точки опорта. Да, я дыкал. Теперь смотрите, он внизу крепкость толкается. Здесь мне его намного сложнее столкать. Мне нужно, чтобы он встал на коленочке и тогда он будет терять равновесие. Попробуем? Да. Пошла. Пошла. Мама. 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 А после вдоха, громко, выдох получится? А если еще, смотрите, маленько посмотрите, послушайте. Есть такое выражение у японцев. Пиа. Вы должны научиться им пользоваться. Если какая-то некомфортная для вас ситуация, что происходит? Происходит очень громкий крик, который на самом деле либо призывает на помощь, либо отпугивает. В вашем варианте, так как вы занимаетесь все-таки боевым аспектом, он должен и то и другое быть. То есть в первую очередь отпугивать, ну и в дальнейшем, конечно, призывать о помощи. По-японски как звучит слово «да»? Когда вы соглашаетесь? Ай. Теперь попробуем. Смотрите, рука поднимается вверх. Это вдох. Рука поднимается только моя. Это вдох. Моя поднимается, правда? Чтобы никто никого не путался. Потом, когда она опустилась, это выдох. И как только она коснулась моей коленки, ваш выдох должен закончиться и звук ваш тоже должен прекратиться. Попробуем. Как по-японски «да»? И вот теперь вдох и выдох. Меня должно сдуть от вашего громкого… Ай! Меня должно в той стене припереть. Попробуем? Вдох. Еще один. Вдох. Вот таким образом вы можете сбрасывать в себя всю негативную энергию. Кто-то вас расстроил, обидел, подошел к горшку. И вам станет легче. Все. Тишина. Со. Со — это тишина. Договорились? Все. Теперь настроились на то, что мы заканчиваем. Пошел вниз. Брэйк. Ари-гаду, Плесна. Ари-гаду, Плесна. Делаем шаг вперед, разворачиваемся к сторону родителей. Раз, развернулись. И делаем им поклон. Спасибо, что они восходят. Вообще худо не их. Все. Разбираемся. Субтитры сделал DimaTorzok